ну что всем привет с вами даниил mb и группа это он консультив сегодня вот такой решил я замутить мини обзорчик одной такой очень приятный на мой взгляд покупочки я долго терпел чтобы это побыстрее открыть вам показать все так как меня на боксинг так у нас тут это вот игры этот обрайдер 2013 года новенькая совсем малышка пока версия но спешил специальные здания ничего пока лишь почему я взял но первых она стоит недорого если честно стоит она там тысячу буквально ты здесь помимо игры много чего интересненько вкусненько еще можно увидеть давайте мы посмотрим давайте немножко опущу мы с вами заценив что здесь есть я вскрываю слишком долго на томились ждал я когда у нас у меня наконец-то здесь вот справа совет солнца более-менее что может быть как и скрыть давайте мы заслужим а а смотрите какая красота приятно даже вот что мы можем лицезреть на заднем плане рисуночка ладно погнали да непосредственно сама игра ребята 18 плюс запрещено для детей шкалата атаки смотрите аккуратно действительно там сцены насилия кровища да и сама лара корт далеко не самым закутанным амплуа рождение легенды что я могу сказать ну пока не что здесь пишут по техническим характеристикам значит windows 7 8 процессор двухъядерный двухгерцовый корр 2 дуа или амди атлон x2 оперативная память 2 гига свободное место на жестком 10 гигов видеокарта nvidia geforce 8 600 на 512 или md hd 2600 xt клавиатура и мыши собственно непосредственно положим диск что у нас дальше дальше у нас вот такая вот книжечка матерь божья арт-бук ребята арт-бук первый мой арт-бук на котором у меня вообще есть так что здесь такое у нас мммм такая ларочка перевязывающая там все свои раны наработанные на английском языке но думаю в принципе здесь проблем особых нет что тут в арт-буке писать то есть здесь в основном изображение имеет значение сеньор арт-директор видите подписал брайан хортом то есть он просто пишет вот тип вот он арт-бук но и работа и вот так вот лавочка вот вот катер фрагменты из игры прекрасные иллюстрации вот так вот и сделаем интересно и в ближайшее время мы это все застримим покажем пусть пока версия вас особо не пугает в принципе ничего плохого нет она абсолютно идентична как на приставках все как это конечно знаете как все интересно вот такая в принципе не очень маленькая книжечка в принципе не маленькая интересных арт давайте по прежде с вами посмотрим интересно интересно horas конечно муж то как мог скажете какую работу какой работа все таки и положили какие усилия были сделаны чтобы все-таки сделать это на самом деле и очень отнутри ли много номинаций технологом и у неё таких немало позитивных и приятных откликов. И она реально получилась очень интересной. В смысле какая Лара, она стала, кстати, совершенно другой, в отличие там, да, от предыдущих частей. Образ более живой. Эти дяди мне пока неизвестно, но я ещё в игру не играл, но я думаю, мы их узнаем в процессе игры. Это, видимо, какие-то там помощники там, я вам знаю, как я люблю. Ну всё, ну это, видимо, какие-то противники, которые, наверное, против нас будут какие-то там. С книжечкой всё. Далее, и это ещё не всё. Ещё очень приятная вещь здесь лежит. Это плакатик. Остров Яматай, кстати. Плакатик это очень хорошо. Это нам только такую карту типа по игре. Это, видимо, вообще не знаю зачем. Самая ладана. Вот она. Плакатик-то какой. В принципе, не маленький особо. Ну, так. Повесить можно. Думаю, сейчас что-то плохая покупочка. Тем более там, всё-таки ещё 990 даже. Что ещё здесь? Здесь, помимо вот этого, вот этой всей этой блоги, плакатов, артбука. Что ещё здесь? Здесь ещё присутствует. На коробке ещё написано. На коробочке. Так, бляха-муха. Так, диск с игрой. Ну, понятно. Двухсторонний плакат с картой острова. Вот мы видели. Альбом с люстрацией. Так, загружаемый саундтрек. Интересно. Ну, это, я думаю, надо здесь. Саундтрек. Набор оружия Hitman Absolution. Ну, что ж мы сделаем. Ну, давайте тогда с вами покроем диск. Посмотрим, что в диске. Ну, видимо, там какая-то ещё информация есть. Какая-то ещё интересная подарочная фигурочка. Открываем. Вкусно пахнет, обалденно. Люблю новенькое всё. Что здесь у нас? Так. Я тут, конечно, пароли все позакрываю. Потому что здесь написано, что нужно будет приобретать ключ с Steam аккаунта. Ну, какая-то книжечка. Ограниченная гарантия. Мер подосторожности. Уход за продуктом. Всё это. Управление. Спасибо. Ну, официальные сувениры. Томрайдер. Плются здесь. Одежда, постеры. Уникальный коллекционный товар. Я успею купить. Мерч Томрайдерку. Рождение легенды. Понятная рекламка. Здесь у нас вот такая вот бумажка. Я закрою её. Здесь пароль. Набор оружия Hitman Absolution. То есть дополнительные виды оружия. То есть у нас какая-то... Я не забираюсь в оружие. Типа, короче, двухстволки, пистолеты какого-то и типа М. То есть три вида оружия нам даётся. А, нет. Оставайтесь в живых режимах сетевой игры с именным оружием из Hitman Absolution. Поним? Вот. Всё это, конечно, регистрируется в Steam. Так. И что здесь такое? Здесь тоже я закрою код. Вот. Это Томбрайдерождение легенды. Спасибо за покупку. В подарок вы получаете 10 музыкальных композиций с саундтрека игры, написанных Джейсоном Грейсом. Чтобы загрузить музыкальные композиции, пройдите по ссылке в Шпильвилле. Введите указанный код, который вот я закрыл своим порезанным пальцем. Вот. Приятно. Немало приблуды. Немало подарков. Всё это мы обязательно в скором времени забубеним. Вот. О стриме мы предварительно скажем. Всё это заявим, собственно. И пообщаемся, заценим эту игру. Что это? Я думаю, она должна вам понравиться. Игра стоит свечи. Ну что ж. Собственно. До свидания. С вами был Дэниел Драйв и группа Reptron Consulting. Томбрайдер. Специальное издание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok